Поставки беспилотники, как правило, используются для ведения разведки, и в том числе есть ударные беспилотники комикадзе, мини-гарпия, гарпия, целый ассортимент беспилотников, которые могут наносить поражение наземным целям. Тем более, вы издали эти беспилотники достаточно хорошего качества и хорошо известны. Поэтому, в общем, поставки подобного рода вооружений, они больше являются наступательными, чем оборонительными. И, на мой взгляд, призваны не столько организировать обстановку, сколько оказать давление на Ереван. Иран гораздо сильнее, и, скажем, с точки зрения военной, имеет гораздо большее количество вооружений, в том числе и современных, и в том числе и беспилотников. И поэтому, мне кажется, конфликт Азербайджана и Ирана для Азербайджана не имеет каких-то позитивных перспектив. Шансов у Ирана победить в этом конфликте больше, чем у Азербайджана. Правильно, они его применяли не совсем удачно. Были ТРК, там был на территории Израиля, он вообще был применен неудачно. Там сразу же были ракеты сбиты. Единственная страна, которая его имеет, это Азербайджан. В время Карабаховской войны, да, были пуски успешные. Хотя, когда Израиль пытался его применять на Ближнем Востоке, все ракеты были поражены, и они сами даже от него отказались. Поэтому я бы так сказал, что в конфликте, конечно, с Армениской, он достаточно перспективен. Ну, а если конфликт будет, конечно, с Арманом, тоже может иметь определенные результаты. Но вообще ракеты перехватывают из этого комплекса, в том числе еще даже с советскими зенитными ракетами, системами. И я так полагаю, что, конечно, приобретение Лора в данном случае Азербайджана связано с ситуацией во время конфликта на Горном Карабахе.